Желаю мира и приятного просмотра, с вами Цкоборовский и сегодня у моего отца юбилей, ему исполняется 50 лет, так что можете в комментариях поздравить его и поддержать этот ролик лайком. Я сейчас буду отправляться в гипермаркет Ашан, делать там свою закупочку на праздничный стол, потому что мама уехала в село копать картошку, помогать бабуле, а я возьму эту обязанность на себя, так что всем, ребят, приятного просмотра. Я сегодня с утра встал, поздравил его, подарил подарок, так что мне уже покупать его не надо, чисто будем заниматься праздничным столом. Все здесь у нас кукурузка, есть какая-то подешевле, горох по 9, вот в такой банке гороха 510 грамм и она стоит 10 гривен 30 копеек, а вот эта здесь 420, 9,90, поэтому выгоднее взять вот такую, я думаю сделать какой-то салатик с горохом, колбаской, так что идемте дальше выбирать. Я думаю, раскишелимся, возьмем какую-то икру сегодня, все же 50 лет, один раз в жизни бывает. Салат я буду делать на основе сметаны, потому что майонез очень вредный. Пришел молочный отдел, сейчас будем смотреть, где здесь сметана. Сейчас здесь проходит акция на сметану простоглашенную, 15-процентовую, она здесь по 17,90, так что возьмем один пакетик, зашел в отдел консервации. Тут морковка по-карийски, я возьму вот такой вот отдел, потому что тут еще есть капусточка. Давайте возьмем какой-то пакетик более нормальный. Он здесь стоит 18 гривен 45 копеек. Из мясных продуктов тоже надо что-нибудь заплатить. Возьму пакетик вот таких куриных крыльев, килограмм стоит 77,36. Здесь 459 грамм, это примерно на 35 гривен. И, соответственно, я еще хочу взять филе куриное, потому что акрилошек довольно-таки мало, и мы ними особо не наедимся. Поэтому возьму вот такую упаковку. Здесь 611 грамм, килограмм стоит 116 гривен, то бишь упаковка на 60. Здесь продается красная рыбка. Давайте посмотрим, что здесь есть. Икра красная. Я когда-то покупал ее, не вздумайте ее брать, она вообще никакая. Здесь рыбки, копченые, кальмары. Это нам не надо. Итак, красная рыба есть, а икры я не буду. Теперь я пришел в овощной отдел. Сейчас посмотрим, что здесь есть. Салат, я хочу какой-то. Самый эконом вариант здесь среди салата, это вот такой вот. Рыстовый горщик по 15 гривен 90 копеек. Сейчас рыбим какой-то более-менее. И возьмем вот себе. Дальше надо взять грибы. Есть тут в упаковках. По 22 рубля за 400 грамм. И на развес. А здесь цены не вижу. А вот есть. По 46 гривен 90 копеек. Так, шумалеку, возьмем эти грибы. Давайте взвесим. Здесь 186 грамм. Кнопочка 193. Они нам обойдутся на 8 гривен 63 копеек. Помидоры я брать не буду. У меня дома в холодильнике остались еще. В деревню. Огурцы у меня тоже есть. Вот картошки нету. Она здесь 8 гривен 50 копеек. Красная. Обычно по 7,35. Молодой не вижу. Почему она здесь? Сейчас посмотрим. А молодая здесь только вот в таких упаковках. По 30. ЦАКЕ. Слишком жирно. Будем брать обычную. Она вроде бы даже более-менее в нормальном состоянии. Давайте будем брать какую-то среднюю. В принципе, можно что-то выбрать. Вот столько хватит нам картошки. Какой-то номер 179. Давайте посмотрим, сколько здесь килограммчик. 179. Это получается нам обойдется в 7 гривен 39 копеек. И еще я хочу захватить виноград. Ишмыш по 34,60. На пробу возьмем нормальный. Надо выбирать, который более светлее. Вот этот, он уже полежал. Хотя его есть можно. Лучше брать вот этот. Он очень свежий. Берем пакурон и заквачиваю несколько бананов. Они, кстати, дешевле. Сейчас мы в общем яблоки. Вроде бы везут их с Африки. А цена почти одинакова. Давайте взвесим виноград. 530 грамм, но почта 63 вроде бы. Да. На 18 гривен 27 копеек. Бананы 49. На 9 гривен 46 копеек. Пока хожу в магазин, я нарисовал картину, что я хочу приготовить. Поэтому мне понадобится еще сыр. Давайте выпьем какой-то кусочек. Не особо большой. Вот столько сыра будет достаточно. Обращайте внимание на ценник. На бумаге они вот здесь. Потому что, видите, халкурят написано на 185. А по факту 235. То бишь полтинник накинули. Люди не обращают внимания. Берут. А потом, наконец, я пробиваю и удивляются. Удивляются. Так что, будьте внимательны. Горох я все-таки выложу, потому что я передумал с ним делать салат. Он банальный. Не особо я хочу его готовить. Я придумал более хороший салатик с курицей. Запраймем это все сметаной. В общем, будет все четко. Горох хоть и дешевый, но мы его брать не будем. Я так прикинул, ребят, зачем мне брать тортик. Батя не маленький мальчик. Я лучше возьму ему бутылку какого-то нормального алкоголя. Сейчас посмотрим, что здесь почем. Пересмотрел я разный алкоголь. И решил взять столичную. 0,5 премиум класс. Хотя она как-то другая уже стала. С той бутылкой от 159.03. Это будет ему место торта. Водка вроде бы премиум класс. А тем более я приценился. Думал взять закарпатский коньяк. А он даже чуть дороже, чем эта водка. Поэтому решил брать эту бутылку. Сейчас отправляюсь на кассу. Буду рассчитываться. О, смотрите. Я еще не взял икру. Надо взять икру какую-то. Вот акция. Что это такое? Надо посмотреть. Жалко, я не знаю, как оно внутри. Хотя нет, брать я не буду. Смотрите, вот здесь икра есть. Их осталось всего лишь 3 баночки. Она по 70 гривен. Если я беру, значит, накручу. Так что возьмем. Все же вот эту банку. А эту закинем на место. Еще хочу заплатить багет. Он здесь по 3 гривен на 9 копеек. Мягкий. Свежий. Супер. Еще надо упаковка масла, чтобы багет намазать вместе с икрой. Так что здесь холодильник. Там разные замороженные котлеты, салатики. Но где-то должно быть и масло. Спросил у сотрудников, они говорят, ну там ищешь. Вот этот отдел. Так, сейчас будем смотреть. Возьму вот такую вот упаковку. Хотя нет. Сейчас перезвоню по телефону и спрошу, может быть, у меня дома есть. Она хоть и в деревне, но она шарит, что у холодильника где-то лежит. Оля, привет. Нормально, слушай, а это дома масло есть или нет? Полно? Угу, понял, значит покупать не буду. Угу, хорошо, все понял. Давай, давай. Масло брать не буду, потом лучше дома полморозинки масла. Меня грезная снабжает, так что спасибо большое. Сейчас буду уже идти на кассу, усчитываться, посмотрим, сколько получится за вот эту тару. Рассчитался я в гипермаркете Ашан. Закупка у меня составила 464 гривны, 83 копейки. Столько продуктов в багет, даже не влез в мой портфель. Сейчас отправляюсь домой, там буду уже приступать к приготовлению. А вы можете подписываться на мой инстаграм, если больше следить за моей жизнью. Ссылочка в описании или же на экране. Буду рад каждому подписчику. Приехал я уже домой, выложил все продукты, которые купил. И сейчас буду начинать готовить на праздничный стол. Сначала я хочу помыть продукты. Так что берем картошку и куриное мясо. Грибы и салат. Я одну побытрум это все сполоснем. Помыл картошку, теперь надо ее почистить. Так что убираем этот верхний слой. У меня тут уже пару процессов кипит. Тут я поставил картошечку варить. Здесь одну филе закинул. Со второй сделаем отбивные. Также я порезал хлебушек. Сейчас мы его будем здесь жарить. Это нужно для нашего салата. Так что перекидываем вот сюда вот. И сейчас малеха его подсушим. Салатик будет очень прикольный. Мы сюда добавим сырок, нарезанный кубиками. Потом филеху. Вот этот вот салат. И заправим это все сметаной. И по вкусу соль, перец должно получиться четенько. Потом я еще хочу пожарить крылышки. Я их тут замариновал. У меня немного было соуса. Так что я залил, поперчил, посолил. Оно тут маринуется. Пока жарится хлебушек. Затем я еще хочу сделать зажарочку с грибов. Чтобы добавить нашу картошку. А также, когда картошка закипит, я ее помну. Туда хочу добавить сыр. Он к картошке расплавился. И будет очень прикольно сочетаться. Давайте хлебушек тут перемешаем. Чтобы он тут подсушился. И взялся корочкой. Хлебушек, в принципе, уже подсушился. Так что достаем его. И перекидываем вот сюда вот в тарелку. Хрустит нормально. Как раз таки сковородка разогрелась. Так что берем подсолнечное масло. Добавляем вот сюда. И перекидываем наши крылышки. Вот сюда. У меня дома завелся какой-то барабашка. Честное слово. В общем, пропали все глубокие тарелки. Посмотрите, нету ничего. Салат буду перекидывать вот сюда вот. Сейчас хочу порезать вот этот сыр. Так что распечатываем его. И нарезаем. Давайте застянем этот сырок. Очень крутой. Обычно я сюда покупаю русский. Но тут вот такой жир с такими дырками. Так что перекидываем. Ну вот сюда вот. Теперь берем салатик. Я его помыл. И будем вот так вот нарывать. Хочу сделать зажарку вместе с грибами. Но пока там идут процессы. Я буду отбивать вот эту филеху. Чтобы сделать питочки. Особо много бить не надо. Вот так вот пару раз и все. Соответственно, куски мяса надо посолить, поперчить. Добавить паприки. Все делайте по вкусу. Тут уже и крылышки, наверное, готовы. Я думаю, что в принципе их можно уже выключать. Да, они уже черненькие, так что хватит их жарить. Вот так вот они выглядят. И теперь можно вот эти кусочки перекидывать сюда же на сковородку. Берем их и вот так вот выкладываем. Буквально пару минут и они с одной стороны уже обжарились. Можно их перекидывать. Надо с морозилки достать масло, чтобы оно разморозилось. Пока где оно, я не знаю. Надо искать. Достаем. И пусть здесь лежит. Размораживается. Потому что будем уже делать бутыки с красной икрой. Филе, кажется, уже готовое. Можно ее доставать. Надо положить ее, чтобы она остыла минут 10-15. Потом ее мелко порежем и добавим в этот салат. А затем заправим это все сметанкой. Сыр очень крутой. Я его добавлять в картошку не буду. У меня тут завалялся старый. Он такой вот российский. А вот этот офигенный я лучше захаваю. Так что берем терочку и будем его натирать. Вот так вот. Вот столько получилось сыра. Теперь я думаю, что мясо можно включать. Оно готовое. Перекинем его туда тарелку. Потому что нам еще надо сделать зажарочку. Вот эти вот кусочки. Очень маленькая кухня. Мне некуда что поставить. Все заставлено. Куча еды. В общем, помыл сковородку. Разогреваю ее. Сейчас опять же добавим подсолнечное масло. Для того, чтобы поджарить лук и грибы. Потом это все закинем в картошку. И оно будет нормально сочетаться. Такая зажарочка будет. Так что, тарелка разогрелась. Можно закидывать лук. Здесь половинка. Половинку я еще оставил на потом. Картошка, кстати, уже тоже готовая. Добавим туда сыр и масло. Чтобы это все четко сочеталось. Я думаю, время закидывать грибы. Пусть себе там тушатся. Перемешиваем это все. Добавим туда сольки по вкусу. И любых других приправ. Я добавлю паприку. Мне нравится эта приправа. Она дает классный вкус. Ну, больше не вкус, а а цвет. Он себе жарится. Можно накрыть крышкой. Чтобы грибы пустили сок. А картошку можно будет сейчас помять. Только давайте переставлю на стол. Чтобы она тут не упала. Потому что она же горячая. Теперь, чтобы она стала мягче. Перекидываем сюда масло и сыр. И начинаем это все перемешивать. Все, тартанка готова. Поставим эту пюре вот сюда. Пусть тут остывает. Давайте посмотрим, как тут наши грибы вместе с луком. Ничего, более-менее жарится. Уже водичку пустили. Потому что мы их накрыли крышкой. Теперь филеха уже остыла. Берем ее ножиком и вот так вот нарезаем. Все, теперь эту филеху можно перекидывать вот сюда вот в салат. И это все перемешивать. Аккуратно так перемешал. Теперь надо это все заправить сметаной. С меня тут пот валит капитально. Жарко тут на кухне. Камера даже запотела. Добавляем сметанку вот так вот наверх. Особо много не надо, вот так вот достаточно. Теперь вилочкой это все перемешаем. Все, этот салатик готовый. Я почти уже все доделал. Правда, у меня тут такой бардак. Осталось сделать бутыки вместе с багетом, маслом и икрой. Вот такие две порции положил картошечки. Вот такая зажарочка. Потом еще есть добавка. Тут у нас крылышки отбивные, салатик. Тут еще три салатика и на закуску фрукты. Вот такой, друзья, получился у меня стол на 50-летие. Сейчас я попробую. Мне интересно, как получилась эта картошка. Шикарно. Она мягенькая, с сыром. Очень крутая. Я думаю, бате понравится. Что я на сегодняшний день приготовил? Здесь у меня упрощенный вариант цезара. Я сюда добавил курицу, салатик, сыр, сухарики и сметану. Здесь у меня на десерт виноградиком закинуться можно в бананчики. Филешка поджаренная. Крылышки с соем, соусом, приправками. Получилось очень вкусно. Я крылышки обожаю. Батя моему тоже нравится. И вот. Три салатика я их не готовил. Взял простой вариант, дешевый и вкусный. И бутеры. Икра вроде бы нормальная, 70 гривен. Я думал, что в банке она будет переломанная, и все. А на вид более-менее. Ничего, кушать можно. Так что, ребятки, если вам понравился этот ролик, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. Также не забывайте про мой инстаграм. Ссылочка в описании. Там выходят новые фотографии. И вся информация о канале. Так что, до новых встреч, друзья. Всем пока.